Сегодня в программе «Простые вопросы». Александр Иванов, он же Айван, участник в конкурсе «Евровидение» от Беларуси. Кто бы не победил в зрительском голосовании, реакция была бы одинакова, примерно одинакова, приблизительно. Если обращать на все эти вещи внимание, на обидные вещи внимания, и заморачиваться по этому поводу, то не останется времени на счастье. Нужно было уехать, и хотелось уехать, и не хотелось уезжать, и думаю, боже мой, почему не придумают телепорт, чтобы можно было вот так вот кнопками просто тыкать туда-сюда, туда-сюда, соскучился обратно. Меня очень сильно тянет Гомель, меня очень сильно тянет к родителям, очень сильно тянет Гомельскую атмосферу. Я ставлю цель, и как вся команда ставит цель, это быть честным перед самим собой. То есть делать максимально все для максимального результата. Саша, добрый вечер. Добрый вечер. Большое спасибо, что нашли возможность побеседовать. Мы встречаемся в Москве. Я так понимаю, что вы в Минске, в Беларуси, бываете достаточно редко, особенно в последнее время, да? Да, сейчас в связи с подготовкой Евровидения, и из-за того, что у меня Виктор Яковлевич, продюсер, он все-таки базируется в Москве, в России, мы работаем сейчас здесь. А как выстроена ваша личная жизнь? Вам снимаете квартиру какую-то где-то? Да, 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 мы снимаем квартиру недалеко от Кроку Сити Холл, очень удобно на концерты ходить. Ну, на самом деле, Кроку Сити Холл это уже за МКАДом. Да, 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 но, тем не менее, там достаточно удобно. Вот, там мы базируемся, там... А мы базируетесь, вы же не живете с Виктором Яковлевичем? Нет, нет, я имею в виду про то, что он базируется в Москве, и мы работаем в Москве сейчас. Подготовка идет. Саша, вы совершенно огромного роста, я так в цифрах как выглядит вообще? 194. Камера просто. Ну, наверняка, как это обычно бывает, там вокруг таких высоких ребят в детстве вьются именно тренеры по баскетболу. О, да, я ходил даже на баскетбол некоторое время, это продлилось недолго, до первой травмы, наверное. До второй травмы. Я как-то ногу неправильно приземлился и повредил ногу. Ну, а если вот сейчас так дать мяч, получится забрать? А, легко. Даже с удовольствием очень хочется, на самом деле. А какое вообще время спорту удается уделять? Потому что, ну, выглядите вы как такой рыцарь настоящий. Спасибо большое. Да, стараюсь постоянно уделить спорту, спортзалу какими-то спортивными нагрузками, забить свое время, потому что это очень важно. Нужно как-то двигаться на сцене и не терять дыхание во время пения и, в принципе, неплохо выглядеть. Можно не спешить, улыть, ждем четное число. Не оставь, прими, отогрей, я страшно замерз, и горло мое молчит. Не оставь, прими, отогрей, ладони и мость, и сердце опять стучит. Ну, вы выглядите действительно клево. Спасибо. И как подбираете одежду? Я вот увидел, вы выглядите прямо такой из средних веков, такая обувь, такие шишки. Да, мне очень приятно, что вы обратили на это внимание. Это все подбирается стилистами. Сам я к моде такое достаточно отдаленное отношение имею. Подбирается стилистами, ну, как-то ставила задача выглядеть как-то и современно. А так вот, если бы ты сам одевался, это была бы майка и джинсы, наверное, да? Да, майка, джинсы, штаны, какие-то кроссовки просто и комфортно, чтобы это было. Вот такая досадная история. Получается, что вот любой артист из Беларуси становится знаменитым и более уважаемым, когда он засветится в Москве. Ну, неужели не было никаких попыток что-то сделать в Беларуси? Были какие-то примеры, вот, я не знаю, выходом на сцену, на телевидение, на экран? Да, были, но мы немножко неправильно начали это все делать. Ну, как неправильно? Мы собрали группу, меня пригласили в группу, мои лучшие друзья. Мы начали писать песни, начали записывать сразу на английском языке, сразу тяжелый какой-то репертуар. И известно, что Гомель это считается рок-столицей Беларуси. И мы как вот прям из рок-столицы начали колбасить. Да, да, да. И музыка, в принципе, это не востребовано, и мы немножко неправильно не с той стороны начали, именно в Беларуси. Ну, самому-то нравится тяжелый рок, наверное, да? Да, но сейчас мне как-то больше нравится все в целом. Я очень много интересуюсь музыкой новой, очень интересуюсь поп-культурой, рок-культурой, продолжаю интересоваться. Для меня интересны все направления музыки, и я считаю, что когда ты всем интересуешься, это дает тебе определенное развитие. И это очень важно. А кто в Беларуси такой один из самых близких для вас людей? Если вы приезжаете, в первую очередь, с кем хочется пообщаться и увидеться? С родителями, с братом. Очень хочется с братом, постоянно. Первостепенно даже, наверное. Ну, конечно же, и с родителями, с мамой, и с папой. Ну, вот прям с семьей. Меня очень сильно тянет в Гомель, меня очень сильно тянет к родителям, очень сильно тянет в Гомельскую атмосферу, потому что я там и учился, и в музыкальной школе учился, и выступал, там много было концертов с группой. Там мои лучшие друзья, там я вырос, там чудесно, и поэтому тянет. Гомель вообще удивительный город, он сохранил вот такую архитектуру. Это такой немножечко белорусский Петербург, по-моему, даже. Да, очень красивый, и я постоянно, когда со мной друзья, российские друзья мои, советуются, вот, слушай, вот мы хотим в Беларусь поехать, куда бы ты посоветовал? Я говорю, слушайте, вот первым делом, наверное, едьте в Гомель. Ну, я там вырос, я там родился, и я считаю, это невероятно, один из самых красивых городов в Беларуси. Парк один только чего стоит, эти мосты через реку Сож. Сама архитектура, он, в Гомеле много неба. Да, в Москве очень высокие дома, и как-то небо не всегда видно, а там дома не такие высокие, они красивые сами по архитектуре. И он такой невысокий, скажем так, город, в плане размеров домов, и очень красивый. Саша, что вы чувствуете в Москве? Я вот должен признаться, я проработал почти пять лет в Москве, правда, я, конечно, не в таком возрасте, я значительно взрослее приехал, и мне было очень тоскливо. Город производил очень особенные впечатления после Беларуси. Из-за людей, из-за большого количества приезжих. Мы все-таки привыкли к более чистым улицам. Да, было такое ощущение, но я Москву полюбил и как-то понял ее чуть-чуть позже. Я приезжал не в те времена года, постоянно была какая-то слякоть, постоянно какая-то грязь из-за пары года. А как-то раз я очень сильно задержался здесь, не поехал домой, я остался на все лето в Москве, и тут мне очень понравилось. Я прошелся по парку, парку Горького, невероятно красивое место, музеон, вечером, ночью погулял по Красной площади, вокруг, ну как-то все эти достопримечательности посмотрел. Тут невероятно красиво. Сиди Мавского тоже достаточно восхищающее такое строение. Если с разных ракурсов на него посмотреть, с разных сторон, то очень красиво. Но первое время, когда я приезжал, конечно же, это ощущение такое, очень тяжело уехать и еще труднее остаться. То есть тянет на какие-то подвиги, что-то делать, как-то двигаться, чего-то, бутворяет, но очень тянет домой. Саша, вы наверняка знаете, что все, что связано с артистами, которые выступали на Евровидении от Беларуси, всегда носило в большей степени характер такой скандальный, неприятный, заканчивалось как-то вот какими-то обвинениями, обидами и разборками в большей степени. Вот может быть только у Юры Васчука вот как-то сохранился такой очень приятный какой-то образ и послевкусие, ну и вот у Димы Колдуна. И даже вот когда вас, когда вы выиграли отбор, это благодаря зрительскому голосованию, все равно появилось очень много высказываний. Ну вот он же в Москве, он же не совсем наш. Да, я считаю, что неважно, кто бы там, кто бы не победил в зрительском голосовании, реакция была бы одинакова, примерно одинакова, приблизительно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы можете признаться, вот когда вы последний раз в жизни плакали? Ой, не знаю, наверное, только от счастья, наверное, когда-нибудь. Ну, все же в детстве плачут. Да-да-да, я, честно говоря, не помню. От какой-то, может, от расставания. Ой, я, наверное, когда-то, наверное, когда я уезжал из Белоруссии, из Гомеля. И... А когда это было? Ой. Это не последний раз, когда я уезжал. По-моему, по-моему, летом. Что-то такое было. И как-то так вот... И мой друг еще уходил в армию, мой гитарист, мой очень близкий друг. И как-то все-таки я понимал, что уезжаю надолго. На этом поезде и пришла и мама, и папа, и брат, и жена брата. И, по-моему, даже племяшка была маленькая моя. Я тогда 4 годика был. Сонечка. И друг мой, и ребята-музыканты, с которыми мы всю эту музыкальную жизнь живем вместе до сих пор. И в этот момент действительно меня это все тронуло, потому что столько людей. И мама в слезах. И как-то... И хотела, и нужно было уехать, и хотелось уехать, и не хотелось уезжать. И думаю, боже мой, почему не придумают телепорт, чтобы можно было вот так вот кнопками просто тыкать туда-сюда, туда-сюда. Соскучился обратно. Это было бы удобно. Наверное, в тот момент я как-то так расстроил. Как часто вы звоните маме? Звоню каждый день. Каждый вечер, даже иногда несколько раз в день. То маме, то папе, то брату. Мы часто созваниваемся. Ну, как-то день прошел, и я, алло, мам, и отчитываюсь ей, что за день произошло у меня. А она мне рассказывает, что произошло. Вот вчера созванивались, она. Вот Сонечку привезли, внучку, ну, мою племянницу. Сонечку привезли. И вот сегодня мы с ней ругались, почему я купила ей не три пачки пластилина, а две. Ну, то есть, такие там отношения. Очень приятно слышать родные голоса, когда ты далеко. Слушай, ну, вот смотрите, такой момент, конечно, плохо тот генерал, который, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Понятно, что готовясь к Евровидению, все рассчитывают на победу, ну, или просто на максимальный результат. Ну, вот, а если быть реалистом, знаете, вот как бы люди, в моей профессии журналисты уже просчитывают, что лучший вариант без какого-то дополнительного ресурса имени Филиппа Киркорова, значит, это там вот пресловутое шестнадцатое место, выше которого очень сложно подняться в свете того, как голосуют страны, наиболее расположенные, скажем, к артисту из Беларуси. Вот, исходя из максимальных пожеланий и исходя реальных обстоятельств, как вы думаете, что с вами случится на Евровидении? Честно говоря, вообще трудно сказать. Серьезно. Я ставлю цель, и как вся команда ставит цель, это быть честным перед самим собой. То есть, делать максимально все для максимального результата. Мы тогда будем просто честны с собой, и после того, когда, если вдруг, не дай бог, мы что-нибудь не возьмем, какое-нибудь здоровское, крутое место, мы будем уверены в том, что мы сделали максимально все круто и выложились на 100%. И мы честны перед собой. Вам сколько лет сейчас? 21. Когда мне был 21 год, у меня совершенно точно были какие-то мечты очень материальные, конкретные. Я точно знал, какую машину, допустим, я хотел бы, а какую мечтал. И какую квартиру, какой дом. Вы что-нибудь рисуете себе такое? Да, я безусловно рисую. Я еще начал это все рисовать года два назад. 18 лет, да. Я даже... Какая это должна быть машина? Ну, на тот момент, сейчас я не уверен, на тот момент это был рейндж-ровер почему-то красный, такой лиловый прям, здоровый. И я даже, помню, вырезал как-то, вешал на стенку какие-то все вещи, которые я хотел, там, гитара, деньги. И, знаете, слава богу, все потихонечку как-то сбывается. Я желаю вам большой удачи. Успех у вас уже есть. А вот чтобы произошло чуть больше, чуть-чуть удачи на Евровидении. И я думаю, что, в общем, ко мне присоединятся большинство тех, кто нас с вами смотрит. Мы все очень рады за вас. И желаем, чтобы все получилось. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Попа. 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 Продолжение следует...